Здарова, господа! Добро пожаловать на еще одно видео с секретами моих любимых подписчиков. На канале уже 302 тысячи подписчиков, я в шоке, уже 303 почти. Спасибо вам огромное, кто подписан. Ребята, я вас в ях очень люблю, вы у меня самые лучшие. Ну, а мы идем к миллиону. Я думаю, что когда-нибудь я миллион на канале сделаю, но мне придется не только Брук Хайвен снимать для этого. Ладно, сегодня у нас проверка подписчиков, точнее секретов от подписчиков. Мы идем в мои видосы, залетаем в комментарии, читаем ваши секретки и попробуем их проверять и смотреть, действительно ли это так или нет. Под секретками я подразумеваю не только секреты какие-то, но еще баги, приколы, какие-то хаки и прочее-прочее. Поэтому пусть это все у нас будет называться секретками, ладно? Сегодня у нас будет их много, поэтому усаживайтесь поудобнее, приготовьте там что хотите, погнали. Ах да, ребят, не забывайте про мой второй английский канал. Называется Roblox King, там выходят интересные мини-фильмы из Брук Хайвена. Если вы любите классные сериалы, классно снятые и вообще вам очень сильно понравятся, я вас уверяю, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии, ребята, под новыми видео на том канале. Я вас очень жду, мне нужна ваша поддержка, потому что без вас очень тяжело делать, ребят, без поддержки очень тяжело делать эти видео. Делать несколько человек, понимаете? Несколько человек над ними работает, поэтому лайк от вас нам просто необходим. Ссылочка в закрепленном комментарии, либо в описании. Итак, господа, комментарий оставила запеканочка с... это кто? Чича? Или что? А, это Пайман? Или, я не знаю, короче, на кого-то похоже? Влад, держи еще одну приколюху. Хочешь узнать, как поставить спальный мешок высоко в небо? Без VIP и вертолета? Интересно. Все, что нужно, это лестница и спальный мешок. Это делается на любой поверхности. Если хочешь супервысоко, то заберись на гору возле озера. Ставим лестницу, на нее мешок и так бесконечно. Но нужна практика. Окей, ставим лестницу, на нее мешок и так бесконечно. Давайте будем пробовать. Спасибо вам огромное, ребята, за вашу поддержку на моем Roblox King канале, на новом канале. Мы стараемся, скоро будет новое видео, вам понравится. Но сейчас, у нас сегодня Брукхейвен, секретки. И давайте будем пытаться, пытаться что-то сделать. Напишите в комментах ваши секреты, ребята, которые вы хотите поделить. Только рабочие, умоляю. Мы будем это все проверять и кайфовать. Потому что многих вещей реально тут не знаешь. Ладно. Итак, мы взяли самое необходимое. Это спальный мешок и такую лестницу. Давайте попробуем это все поставить. И каким-то образом мы должны с вами высоко-высоко в небо подняться. Давайте будем пытаться. Так, давайте уберем, чтобы нам ничего не мешало. Так, мы ставим мешок. Смотрите. Сработало. Так, а теперь, каким образом мы можем поставить мешок? Так, мне нужно, наверное... А как мне залезть-то? Погодите. Ладно, это работает уже, как минимум. Мы на себя... Подожди, можем на мешок, на себя. Опа! А ну? Опа! Реально работает! Слушайте, интересно. Только есть большая проблема. А как нам-то вместе с этим мешком пробраться? Давайте будем пытаться. Нужна практика, говорится. Давайте будем практиковаться. Я так полагаю, что нам нужно как-то поставить... Я не знаю, таким образом. Так, как же тебя вот так поставить? Вот так нужно поставить, но чтобы вот эта штука была перед моим носом. И тогда, я думаю, я смогу... Видите, мне мешает. Мне он мешает. Давай залезть еще раз. Может, подальше надо? О! Работает! А ну-ка, дубль два. А ну, сейчас, давай. Ага. Так. Подальше. Чтоб не мешал. Оп! Оп! Тихо-тихо-тихо! Ребята, посмотрите, реально рабочая тема. Так, мне нужно как-то... Опа, сели. Охренеть! Мы реально тогда бесконечности с вами можем. Правда, нужна сноровочка. Бишите в комментах, кто знал этот секрет. Э-э-э-э, тихо! Слушайте, с помощью этой штуки можно реально забираться куда хочешь, получается, да? Посмотрите, куда мы уже с вами забрались. Гляньте, где мы. Прикиньте, просто кто-то придет, такой, зайдет на север, а тут я лежу в воздухе. Слушайте, охренеть! Охренеть! В таком случае мы можем вообще пробираться в какие-то места в Брукхевен, в которые раньше мы не пробирались. Напишите в комментариях, как вы думаете, куда можно залезть с помощью этого способа. Я не знаю куда. Вообще, куда угодно. Но надеюсь, что мы сможем с вами найти достойное применение для этого. Интересно. Слушайте, реально работает лайк. Спасибо тебе за пиканка большое. Ты молодец. Мне вот прям вообще от души спасибо. Реально рабочий лайфхак. Или хрен его знает, что это. Ладно, идем дальше, смотри. Меня, значит, заинтересовал вот такой вот комментарий от Натальи Маркиной. Пишет, Брайс, есть еще баг. Короче, ты ставишь дом, в котором есть sweet home. Что это за дом, я не помню. Заходишь в комнату, и где кровать справа на стене, ставишь спальный мешок, и получится, что эта комната находится под миром. Интересно. Давайте, во-первых, попробуем узнать, что, блин, такое вот этот дом sweet home. Я, честно, не знаю, но мне почему-то кажется, что это дом, где выпечка. А, как вы думаете? Давайте сейчас проверим. Так. Где же ты? Где же ты? Итак, ребята, давайте будем смотреть, что же это за дом-то такой. Дом... Что такое, братуха? Ты что, запутался, что ли? Дом sweet home. Sweet home. Что же это за дом? Слушайте, я не помню. Хоть убейте. Что это за sweet home? Вот это может быть? Давай посмотрим. Не, ну это точно как бы не этот дом. Это точно не этот дом. В котором есть sweet home. Что это? В котором есть что? Что за sweet home? Я не понимаю. Заходишь в комнату, и где кровать, и справа на стене ставишь спальный мешок. Sweet home. Но это явно не тот дом. Я не знаю, давай ice cream напишем. Может быть, что-то должно здесь появиться? Что это за дом? Слушайте, я реально не могу вспомнить такой. Сколько я знаю этих, блин, домов в Брукхивен? Что-то вот со sweet home я что-то не могу вспомнить. Может быть. Я не знаю, что это за... Что day care, может быть, что? Не, ну это же вообще типа не тот дом. А ну-ка, сейчас глянем. Дом, где написано sweet home. Что-то знакомое. Я где-то такое видел. Но я не могу вспомнить, где. Sweet home. Где и sweet home. Я не знаю, где это есть. Серьезно. Дом, sweet home. Ну, явно не здесь. Явно не здесь, господа. Да, явно не здесь. Не тот дом. Ладно, давайте другой смотреть. Короче, ребят, я все дома проверил. И я нигде не нашел от этого sweet home. Что это такое? Я не понимаю, почему у меня вебка такая серая. Поэтому вы, пожалуйста, поищите. Напишите в комментариях, что это за дом. Потому что я его не нашел. Но ничего страшного. Я нашел для вас еще один секретик. И он достаточно старый. Но его реально мало кто знает. Реально. Давайте мы сейчас его посмотрим. Для этого секрета нам понадобится один интересный. Что я делаю? Стою возле этого. Нам понадобится дом, ребята. Где же он? Где же он? Где же он? Вот этот вот дом нам понадобится. Это у нас дом кирпичный. И не просто так. Ну, точнее, окей. Кирпичный-то он просто так. Мы его взяли не просто так. Потому что здесь есть секрет, про который, в принципе, вы можете не знать, господа. Потому что, я вам честно скажу, этому дому уже год с чем-то может быть. И я совершенно недавно узнал о том, что здесь есть секрет. Да. Во-первых, если мы заходим сюда и захотим посмотреть камеры. Листаем, давайте. Листаем, 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 лист... Опа! А что это за место такое, ребята? Посмотрите, какая-то секретка, да? Секретное место. Пиши в комментариях, если ты знал это секретное место. Но многие могли этого секретного места не знать. И сейчас я расскажу, как в него можно попасть. Итак, для того, чтобы туда попасть и пугать друзей, когда они придут, а никого дома не будет. Все очень просто, на самом деле. Мы залетаем сюда. Точнее, не сюда, но сюда залетаем. На эту сторону. Левая, то есть вы заходите. Заходите вот так вот в дом. Поворачиваете влево, и здесь лестница. Идете сюда. И вот здесь начинается самое интересное. Будет сейчас паркур. Вы залазите на этот, на кровать. И оказываетесь здесь. Аккуратненько проходите. Аккуратненько проходите по этим штукам. И вот эта секретка, ребята. Посмотрите. Вот, кстати, вот эта камера, которая нам выдается. А вот этот сей. Что это за место? Ребят, я не знаю. Мне нужны ваши догадки. Но мне кажется, что это место каким-то образом связано с бандитами. Которых у нас сейчас нет, к сожалению. Я не знаю, куда они делись. Но вы знаете, что у нас были бандиты. И этот дом, скорее всего, был для каких-то, ну, бандитов. Потому что, смотрите. Тут как бы вот так вот лежат они. Коробки. Может быть, они прячутся от кого-то. Я не знаю. Но тут сейф, деньги, трюперы. Вот. И можно понять, что это дом бандитов. Потому что он такой, видите, в гаражном стиле сделан. Да. Не сильно такой опрятный. И он больше как какая-то перевалочная база, можно сказать. Да. Возможно, здесь что-то, какие-то они свои грязные делишки делали. Но секретка интересная. На самом деле. Пишите в комментариях, знали вы ее или нет. Мы двигаемся дальше. Нашел, значит, ребята, вот такой вот интересный комментарий от Курамаку. Пишет Брайс. Тот дом, в который коричневый с множеством комнат. И где подвал с детской. Там ты идешь в тот подвал. И становишься в углу параллельно аквариуму. И там с помощью спального мешка багаешься через стену. И там будет тарелка с едой. Заметь, ПЖ. Честно вам скажу, ребята, что-то знакомое. Но я ни разу этот секрет не делал. Я что-то подобное слышал. Но я ни разу его не проверял. Поэтому, знаете, это чисто даже для меня будет. Я даже не знаю, что это за дом. Серьезно. На дом. Какой это? Коричневый дом, он сказал, да? Коричневый дом с множеством комнат какой-то. Коричневый дом, где множество комнат. Я не знаю, что это за дом. Серьезно. Коричневый дом с множеством комнат. честно понятия не имею я не знаю что это за дом давайте вот этот про посмотрим может быть он сможет там в подвале говорит детская езда там с помощью подожди там тот подвал становится подожди там идешь в тот подвал где подвал с детской да короче мы должны найти подвал с детской и вот ну это похоже на коричневый дом но нет никакого подвала не аквариума я не могу вспомнить что это за дом серьезно и я не могу вспомнить что за подвал с детской серьезное что за подвал здесь но это точно не тот дом это точно не то а что это за дом и ребят я отвечаю я все дома многие конечно я не помню. Ну, окей, ладно. Давайте будем искать. Я думаю, найдем. Короче, ребята, я все-таки нашел этот дом. Честно, я первый раз в нем. Я серьезно. Я не знаю, как я прошел его стороной, но я серьезно не знал. Home sweet home. Ребята, вот. Мы, кстати, нашли этот дом. Вот что за девочка. Вот про какой дом эта девочка имела в виду. Мы нашли его. Ох, какой я молодец. Ладно, давайте смотреть, что у нас тут. Вот она, что имела в виду. А я знаете, почему не нашел? Я искал вот здесь табличку. Я думал, ну, типа home sweet home. Это как бы дом, милый дом. Он у нас как бы вначале должен был. Ладно, он здесь. Да, я вспомнил этот дом, но я не исследовал здесь секретки. Короче, вот сюда мы идем. И здесь у нас детская. Прикол в чем? Прикол в чем, ребята? Здесь и секретка. Тут есть аквариум, кстати, довольно-таки неплохой. Вот здесь Дора плавает. Вот здесь Немо плавает. Это вообще красота. Что он пишет? Он пишет, в углу параллельно аквариуму. И там с помощью спального мешка багаешься через стену. Параллельно аквариуму это, в принципе, я думаю, тут без разницы. С помощью спального мешка я понял, что это. Я думаю, может быть, мы даже без всего вот этих вот приспособлений пробуем сейчас. Не, все-таки нам понадобится это сделать. Давайте. Давайте. Я думаю, нам разницы нет. Куда? Да. Говорит, подожди, параллельно аквариуму. И там с помощью спального мешка багаешься через стену. Там будет тарелка с едой. Параллельно аквариуму. Давайте попробуем. Так, вот так вот надо. Сейчас глянем. Тарелка с едой. Ладно. Никакой тарелки с едой здесь не вижу, но вы можете заметить, что мы абсолютно не в доме находимся. Да? Это, ребята, не дом. Это, грубо говоря, локация, в которую нас перемещает из этого дома. Обратите внимание. Опа! Смотрите. Видите? Здесь... То есть, видите, моя камера не проходит. Здесь пусто. Здесь просто стоит телепорт. Мы сюда заходим и якобы появляемся здесь. Давайте попробуем параллельно аквариуму. Ну, я так понял, вот сюда. Давайте тогда глянем, что здесь есть. Так. Тарелка с едой. Не понял. Может, где-то в аквариуме эта тарелка с едой? А ну... Эээ... Нет, и здесь тоже нет. Давай вот здесь. Не знаю, я параллельно аквариуму, но никакой тарелки с едой я здесь не вижу. Параллельно. В углу параллельно аквариуму. То есть, параллельно это вот. Вот это угол. Вот здесь? Или что? Ладно, это очень странно. Я не понимаю, где здесь может быть эта тарелка с едой. Давайте вот здесь еще попробуем. Но здесь нет никакой тарелки с едой. Тут абсолютно полый. То есть, куда бы мы с вами морду не засунули, ничего у нас здесь нет. Ой. Вот так вот. Слушайте, интересно. Интересный секрет. Я не знал. Честно вам скажу, я не знал. Итак, продолжаем разгадывать наши секреты. Я надеюсь, вы напишите в комментариях. Вам нравятся вообще долгие такие видео, то, что мы проверяем здесь что-то. Хотя, я не знаю, может быть, вы кушаете в этот момент, кстати, приятного аппетита, кто кушает. Итак, Олеся Садовая написала вот такой вот интересный секрет. Ну, вот я прочитал, я ни хера не понял, но очень интересно. Пишет, вот делаешь квартиру платную на самом низу левее и делаешь и поднимаешься на второй этаж. Берешь там книгу и на кресло один и два, потом дальше нажимаешь на черное и открываешь сейф и книгу потом сам увидишь. Звучит интересно и так, как будто я так никогда не делал и, скажу вам честно, я так никогда и не делал. Давайте проверим, действительно, это правда или нет. Итак, поднимаемся наверх. Я не знаю, где лучше хату поставить. Ну, давайте наверху поставим, что нам. Так, мне пишут, что я уже имею дом. Все, я теперь бездомный. Так, внизу левее. Это платный дом, получается. Вот, делаешь квартиру платную на самом низу левее. Получается, на самом низу левее это вот эта вот синенькая, я так понял, хорома наша синяя. Так, что дальше? Поднимаешься на второй этаж, берешь там книгу. Берешь там книгу на кресло 1 и 2. Тут есть второй этаж. Так, второй этаж. Окей. Книга. Подожди, берешь там книгу. Там это где? Вы видите здесь какую-то книгу? Я лично не вижу. Блин, светится охрененно. Подожди. Мадама. Олеся. Олеся, ты что-то мне рассказала, что-то интересное. Только мне кажется, что это все полная жопа. Ну, я не вижу. Во-первых, здесь второго этажа нет. Типа, у нас только крыша. А где книгу-то взять? Подожди, может быть, это не тот платный дом? Может быть, может быть, она перепутала лево-право? Может быть, вот этот? Не знаю. Ладно, давайте сейчас попробуем. Еще раз. Давайте, может быть, это по описаниям подойдет. Так, поднимаешься сюда и берешь книгу. А, вот. Вот это она имела в виду. А это он тогда справа, да, перепутала бедная девочка лево-право. Берешь там книгу и на кресло 1 и 2. Берем книгу. Взяли. Кресло 1. А там кресло 2. Дальше. Далее нажимаешь на черное и открываешь сейф и книгу. И книгу потом саму. Вы пишете? Ни хрена не понятно, что вы пишете на черное. Куда на черное? Сюда, что ли? Такс. Ага. Ага. Вот оно что. То есть, у нас здесь есть секретка. И что-то мы на книге должны увидеть, не? Ладно. Окей, мы нашли с вами вот такой вот секрет. Пишите, кто не знал. Но он работает и без книги. Я знаю этот секрет, да, но он работает и без вот этих манипуляций с книгой. То есть, вы просто заходите, нажимаете и все у вас работает. То есть, вы видите, я могу даже книгу убрать и все работает. То есть, нам не нужно никуда садиться там, ложиться и тыры-пыры. Но секрет, да, на самом деле прикольный. Многие не знали про него, да, его сам чисто случайно как-то нашел. Короче, пишите в комментариях, как вам. И не забывайте про мой новый, ребята, английский канал. Там скоро выйдет хоррор-видео, я буду вас всех там ждать.